Сегодня в видео Никогда нельзя надеяться на своих детей, потому что ваши предки тоже на вас рассчитывали Что такое гиперопека? Можно считать, что наши родители еще застали времена СовК, СССР, и у них немного другой менталитет идет В итоге вот этой всей сверхопики, сверхзаботы теряется самое важное, самое основное в человеке, это его собственное я, его личность Тебе что, нравится учиться или нет? Я про институт, я не хочу Ты же помнишь, какие у меня истерики были? Мне что-то казалось, просто что далеко из-за этого истерики Нет, мне это вообще не надо Ну, просто мама хочет Говорят ли вам о чем-нибудь эти фотографии? Может быть, они мелькали у вас перед глазами? Но, может быть, именно вы знаете, зачем они сделаны? На первый взгляд, это самые обычные фотографии Но за ними скрываются самые настоящие психологические проблемы Нереализованные желания родителей Излишняя строгость Тотальный контроль Гиперопека Гиперопека Что она подразумевает под собой? Каковы ее последствия? И к каким проблемам в жизни человека она ведет? Чтобы разобраться в сегодняшней теме видео, я позвал Артема Артем Филимонов Надю Надежды Головикова И Настю Анастасия Рыжкова Вместе мы попытаемся понять, в чем заключается гиперопека Каковы от нее последствия И какой исход данного явления Тема сегодняшнего нашего видео Гиперопека И сейчас мы начинаем разбираться в данном явлении Итак, ребят, всем привет Меня зовут Игорь Проикс И сегодня мы здесь снимаем видео вчетвером Сегодня у нас интересная тема Которая касается большинства людей Не только в России, я думаю, по всему миру И тема эта называется Гиперопека Или гиперпротекция Гиперопека это такая вещь, когда родители Сверх меры опекают своих детей Сегодня мы эту тему затронули потому, что актуально Даже в нашем окружении есть люди Которые подвержены этому дома И это очень печально Да, я думаю, в окружении любого человека Есть эти примеры Потому что, к сожалению, это сплошь и рядом План видео сегодня у нас таков Мы поподробнее рассмотрим Что такое гиперпротекция Расскажем о статье, которая есть в интернете И расскажем о наших примерах из жизни Один мудрец Когда-то сказал Скорее всего, это было в 20 веке Но это не точно Никогда нельзя надеяться на своих детей Потому что ваши предки тоже на вас рассчитывали Дети всегда будут наступать на следы своих родителей И на ошибки своих же родителей Потому что, не знаю, это все зависит, во-первых, от биологии Во-вторых, от психологии человека А в-третьих, ну просто, ребят, ну невозможно просто Оправдать все ожидания, которые на нас возложены По сути, да Всегда будут минусы Сейчас, секунду Прости Ничего, ничего Мы все живем Все люди Homo sapiens, да Мы все живем однотипно Однотипно наступаем на ошибки своих родителей Однотипно живем Это нормально Но у людей современных и, ну, более старших Разное, мне кажется, восприятие мира Ну, можно считать, что наши родители Еще застали времена, вот, Совка, СССР И у них немного другой менталитет идет Не такой, как у нас сейчас, открытый Они не могут себе позволить то, что можем себе позволить мы То есть воспитаны уже в более, вот, новом, молодом времени Так сложилось, что общество на первом месте Да, просто постоянный страх того, что Что обо мне скажет соседка Что обо мне скажет галька из моей конторы Ну, это постоянно люди боялись Потому что в какое-то время доносы Какие-то разговоры могли привести к плохим последствиям Это и ссылки, это увольнение с работы Плохая слава семьи Плохая слава семьи И мне кажется, что, ну, вообще, в те времена Как бы были не очень развитые профессии Да, вот какие сейчас, например, там Всякие банкиры, ну, такого Ну, рабочий класс процветал, как бы Процветал, но устойчивые профессии были учителя, медицина, да И взять даже воспитателей в садике Моя бабушка была воспитатель И моя мама, получается, поступила тоже на воспитателя Хотя она этого не хотела Вот яркий пример того, что люди, которые прожили Большую жизнь Они хотят, чтобы их дети пошли по Их стопам Их стопам Потому что это удобно, это как шаблон Родители все время толтычат ребенку Что он должен жить так, как он скажет Проживать жизнь так, как он скажет Но если родитель умирает, что делать человеку? Теоретически, наверное Тяжело Это очень тяжело, не знать, как жить Тут потеря в жизни полная Да То есть ты, как бы ты потерял Ну, как, знаешь, это как человек, который теряет руки То есть за него делали эти руки все А сейчас, как бы, кто? Можем уже перейти к тому, как родители, сами того не ведая Просто губят жизнь своим детям Когда они поступают не туда Они живут не так, как хотят И потом в итоге просто А еще детей заставляют общаться не с теми, с кем они хотят Да, да, конечно Вот, точно И то есть там две развилки, две дорожки у этого человека Либо прогнить свой век Либо сойти с ума И очень большой риск, кстати, что человек просто покончит с собой Ну, можно еще бороться Затем Надя, в небольшом перерыве между съемкой Рассказала нам свой личный пример Правда, я сейчас не очень-то делаю то, что я хочу Но этого хочет мама А тебе что-то нравится учиться или... Я про институт, я не хочу Ты же помнишь, какие у меня истерики были? Мне что-то казалось Просто, что далеко из-за этого истерики Нет, мне это вообще не надо Ну, просто мама хочет Мама хочет, мама захотела, Надя поступила И в итоге получается, что... Мамка платит деньги Выслушав Надю, мы продолжили разбирать тему сегодняшнего видео Дело в том, что ребенок может пойти на поводу у своих родителей Он может отучиться где-то, где хотят они Ну, как бы отдать свой долг Вот как он считает свой долг отдать И потом уже пойти учиться еще куда-то В нашей стране есть такое право у людей получить несколько образований И это реальный выход вот для таких вот ситуаций Это выход, но у человека терять 4, 6, сколько там лет Да, это не важно Можно параллельно учиться Ради свободы это не важно И теперь Настя хотела поделиться своей историей Ну что, я, да, начну свою демагогию Мне очень повезло, начнем с того Но мне это не совсем легко удалось У меня в семье никогда не было музыканта Мама там в медике попыталась вывести себя Но все же по состоянию здоровья Ей не пришлось этим заниматься достаточно долго И то есть в меня верили Верили в то, что я стану хорошим фармацевтом Я буду хорошим врачом, возможно, я не знаю Но в 9 классе я закончила музыкальную школу И я просто подхожу к маме и говорю Мам, я хочу музыкальный, другой город Она мне говорит Нет, вот посиди 10-11 класс А там дальше посмотрим Может ты реально там химию с биологией сдашь И слава богу Ну, в общем, проходят эти 2 года У меня появляется группа первая В которой я научилась очень многому Это дало мне очень большой опыт И 11 класс, порог ЕГЭ уже Я подхожу к маме и говорю Мам, я буду историю с обществом сдавать Ну, сорян Она такая говорит Ну, как бы ладно, хорошо Подошло уже к этому Да, а потом я еще так подхожу и говорю Мам, ну я все еще в тот музыкальный хочу Ну, в общем, истерик, кстати, не было Вот в 9 классе была истерика Уже к 11 классу мы смирились И как бы мать не стала портить мне жизнь А потом, когда подошло время к государственному экзамену То есть мы в хоре, то есть первый курс Мы поем, мы защищаем честь тех, кто нами дирижирует Это выпускники наши И то есть мама, когда приехала, она увидела всю эту красоту Вроде бы мелочную, ну культуру, да Как бы не юриспруденция, не медицина Она приходит ко мне уже из зала со слезами Тронутая, видимо, от каких-либо произведений И говорит, что Настя, да, это твое Давай, дерзай И в итоге потом, что в это же время сколотилась наша группа В это же время, то есть я научилась нормально петь Да, и я считаю, что я живу так, как я хочу Это на самом деле так круто И то есть, ребят, я к тому, что боритесь Если у вас действительно такая ситуация, боритесь Если надо подождать, подождите И когда вы чувствуете, что все, надо сказать родителям Что ты не будешь чем-то определенным заниматься, чем они хотят И ты хочешь заниматься своим делом Да вы просто докажите, спустя там вот год как раз-таки там прошел Они скажут, да, это твое, мы не будем портить тебе жизнь, хорошо Просто боритесь с этим, потому что у нас иначе никак Мы живем в страшное время Да я бы не сказала Не-не-не, страшное время Вспомни детей с колонкой на площади И клей по 22,50 Да И на этой ноте мы подводим итоги сегодняшнего видео Ну вот и все На этом наше видео будет заканчиваться Настя подвела у нас такую Линию черту Линию черту, да Поэтому, если вам понравилось данное видео И оно было вам каким-то образом Близко Да, близко Полезно То ставьте нам пальцы вверх Ну и пишите Можете даже мне Да, все ссылки будут оставаться В описании под видео Подписывайтесь на мой канал Чтобы не пропускать новые видео Также нажимайте на колокольчик Я еще тему придумаю Мы будем ждать Нажимайте на колокольчик Чтобы тоже не пропускать мои новые видео Ну а с вами был я Игорь Брайкс Я Артем Филимонов Сестры ветра Настя и Надя Мы вас всех любим Все, всем пока И не грустите Мы вас любим Как будто разочарование Не наступит новым днем Ой, ай, шальная Интератрица Ну ладно, ты хотела форматов там быть О, вот прикинь Вот сидела, я сейчас помолву Вот так и рожай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!